МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Столыпинский клуб. Что это за дискуссионная площадка? Я думаю, не все они слышали. Столыпинский клуб был создан в Москве в 2006 году. Это федеральная дискуссионная площадка, которая включила в себя активных представителей бизнес-сообщества, ученых, экспертов в области экономического развития нашей страны. Очень важно, что Петр Столыпин заложил основу таких дискуссий с точки зрения партнерства власти, бизнеса, ученых, культурологов для укрепления государства нашей Российской империи. Сегодня мы видим, что уже третий год работает площадка такая региональная Столыпинский клуб Архангельской области. И мы провели четвертое заседание Столыпинского клуба, на котором обсуждаем актуальную повестку и те острые вопросы, которые сегодня стоят перед обществом и властью. Ну вот тема духовности на севере. Чем обусловлен выбор этого направления? Тот вклад представителей бизнеса на рубеже 17, 18, 19 веков, он действительно неоценим с точки зрения наследия, которое мы сегодня имеем. И вот современное бизнес-сообщество сегодня также обладает таким потенциалом и активной позицией с точки зрения вклада в духовное укрепление нашей страны. Вот такие примеры в Архангельске, в Архангельской области вы можете привести, когда бизнес, люди неравнодушные, поделились, что называется, собственными деньгами, какими-то своими мыслями, идеями, своими силами. Тот вклад со стороны бизнеса, он старается не афишировать, в общем-то, имен в тех процессах, которые мы видим сегодня. Но тем не менее общество видит сегодня те исторические объекты, восстановленные храмы, которые сегодня окружают нас. И если говорить о конкретных примерах, то, например, в Саламбальском округе известная церковь Святого Мартина, это конец 17 века. Так вот, восстановление кровли буквально несколько лет назад было при активном участии местного бизнес-сообщества. О чем это говорит? О том, что сегодня и предприниматели четко понимают, что храмы, которые сегодня нужно восстанавливать, нужно действительно вклад обеспечивать, у бизнеса есть маневр это делать и желание помогать в этом обществе. Но не хочется говорить только о финансовой стороне вопроса. Вот о чем вы говорили на заседании клуба Столыпинского? То есть о чем предмет нашла речь? На заседании клуба мы говорили, на самом деле, о роли бизнеса общества, о социальной ответственности, потому что сама по всей категории социально ответственный бизнес, она направлена на вклад на созидание в социально значимые объекты. Но когда мы говорим сегодня о духовном возрождении и о роли бизнеса, то мы говорим сегодня о том, что, во-первых, есть потенциал, есть все активные люди, которые готовы помогать. Здесь ни в коем случае речь не идет об обязательном характере этих процессов, речь идет о том, что мы, представители общества, должны понимать именно роль и тот потенциал, который носит в себе в том числе бизнес. Ведь бизнес сегодня не только это налоги, не только рабочие места, но это еще очень значимая сфера, которая сегодня важна и молодежи, и подрастающему поколению, это именно духовное воспитание. Заседание прошло, что дальше? Какие-то конкретные шаги уже намечены? Вы знаете, после заседания даже было интересно посмотреть, насколько бизнес стал открывать, что называется, свои карты с точки зрения тех будущих проектов, на которые они готовы сделать такой посильный вклад. Например, это объединение сегодня и создание рабочего процесса для празднования большого юбилея Антония Сийского монастыря. Мы знаем, что через 4 года будет 500 лет со дня основания известного монастыря. В общем-то, династия Романовых имеет тоже прямое отношение к Сийскому монастырю, и представитель царской семьи, дома Романовых, также отметили их возможный вклад именно в этот большой юбилей, в это большое событие, которое не только будет значимо для Русского Севера, но и для всей страны в целом. Думаю, что мы сделали, в общем-то, хороший такой посыл, и, что называется, точка отсчета, она сегодня задана, поэтому дальше нам необходима, конечно, активная позиция тех гостей, экспертов, которые принимают активное участие в работе клуба. Ну и главное, чтобы это выливалось действительно в какие-то важные проекты для Рохангельской области. Да, мы этого ожидаем тоже. Спасибо большое за очередную программу. Спасибо, Александр, вам.